Так, вставили. Раз. Все. Он засухарен. Второй. Сейчас я вам покажу, что они не засухарены. Вот. Видно, да? Вставляем. Нажимаем чуть. И пальчиками. Чик. Все. Основной инструмент для засухаривания у меня головки G4NA это мои мощные пальцы, которыми я засухариваю клапана. Всем привет! Компания МЗАП. Многие спрашиваете, почему мы не показываем подготовку ГБЦ. Точнее, притирки клапанов, замена маслосъемных. Ну, вот настало то время. Сейчас мы будем вычищать впускные и выпускные каналы с помощью вот такой вот щетки. И следом будем то же самое чистить клапана, чтобы они были чистенькие. Удалять будем вот эту сажу, которая находится под низом. Будет все чисто, все красиво. Ну и, соответственно, собирать, выполнять эту работу качественно. Сколько сажаю оттуда? Сейчас покажем. Пробег двигателя 120 тысяч километров. Наблюдаем такую сажу на выпускных каналах. В выпускных каналах. Да, вот, в общем-то, с одного клапана. Ну, не с одного, а с двух. С двух каналов вот столько сажи. Кошмар. Ну и, соответственно, доводим до вот такого состояния. Вот столько мусора вышло у нас из каналов после их чистки. Видел несколько видосиков. Берут головку на 14. Длинную, короткую, неважно. Забивают, проворачивают и вытаскивают. Но лучше так не делать. Иначе можно сломать вот эту направляющую втулку клапана. Так что берем обычные гебельцы и вот таким образом немножко расшатываем и аккуратно удаляем, без никаких всяких рывков. Чтобы остались втулки целыми. Некоторые сидят очень плотно. Под ними масло. Это делается для того, чтобы клапан, маслосъемный колпачок сел на свое место при установке. У нас в цеху установлен вот такой вот станочек. Он не такой уж мощный. Всего 150 ватт. И на нем одета такая щетка. Для того, чтобы мы могли почистить клапан. Почему такой слабой по мощности? Это сделано, соответственно, для безопасности. Чуть сильнее придавишь, она останавливается. Вот таким образом мы счищаем сажу. Для того, чтобы легче было притирать клапан. Слышим, что двигатель гаснет. Обязательно чистим еще вот здесь. Вот так. Вот так все должно быть чисто перед притиркой. Продолжаем работу с ГБЦ. Сейчас мы будем притирать клапана. Раньше как притирали, допустим, как я притирал у себя в гараже. Вставлял клапан на место. С этой стороны одевал такой, подбирал шланчик. Ну и, соответственно, шуруповертом. И вот так пальцем надавливал, чтобы притирочная паста начала работать. Как бы тянул вот так вот за собой. Но, когда приехал сюда уже работать, в ОМЗАП, ну, подсказали, Егор Мартиянов мне подсказал, делай вот так. Одеваешь это обычный сосок от колеса. И еще нужна нам пружинка. Вот такое. Вот такая. Ну, самый эффективный способ для притирки клапанов. То есть, берем пружинку, одеваем на клапан. Берем притирочную пасту. Наносим по кругу. Так, после нанесения абразива берем масло. Наносим сюда тоже. Это для вязкости. Так, клапан вытираем чуть. И вставляем его. Стоп. вот еще вот так надо сделать, чтобы у нас никакого износа не было на направляющей втулке. Ну и, соответственно, притираем. Масло не дает абразиву куда-то, куда-либо деться. Мы даже слышим, как шуршит. И это занимает очень мало времени. На притирку каждого клапана у нас уходит примерно плюс-минус минута. если мы делаем это вот так. Уже прошло около минуты. Сейчас мы посмотрим результат проделанной работы. Не видим вот насколько притёрлось. примерно здесь 0,8 миллиметра. Шероховатой поверхности. Вот так должно быть. Матовое состояние. вытираем седло. Также смотрим, проверяем, чтобы никаких ни раковин, ни царапин больших не было. Чтобы клапан плотно прилегал. Что мы наблюдаем? Идеальную поверхность для работы клапана. Продолжаем сборку ГБЦ. Сейчас мы будем устанавливать маслосъёмные колпачки. Следом собирать. Делаем это вот так. Смазываем. маслёночкой и устанавливаем. Обязательно мажем маслом, чтобы не задрало резинку, которая внутри. Ну и соответственно будем торцы клапанов тоже смазывать маслом для того, чтобы не задрать вот это место, когда будем вставлять снутри. Для качественной установки маслосъёмных колпачков подбираем головочку 17-много гранную, чтобы она не болталась. Вот как мы видим, у нас ничего не болтается. На примере одного колпачка я вам покажу. Так, ставим его, берём молоточек, вытираем, чтобы ничего не попало, наставляем на тарелочку клапана и небольшими усилиями забиваем. Так, самое важное, чтобы никаких частиц в направляющих в сутках не осталось и мы будем их сейчас продувать. Анатолий поможет. Ну всё, дальше сам. Да, спасибо. Потому что при притирке, чистке каналов впускных-выпускных всё равно туда, в эти направляющие втулки попадает грязь, которой там не должно быть. Продуваем. смазываем торцы клапанов маслицем и опускаем там, где они должны быть. Установили со своём колпачки, надели пружинки, закинули сухарики. Сейчас я вам покажу, как можно на G4NA засухаривать головку, если у вас есть силы в пальцах. Так, вставили. Раз, всё, он засухарен. Второй. Сейчас я вам покажу, что они не засухарены. Вот. Видно, да? Вставляем, нажимаем чуть и пальчиками чик. Всё. Ну и так далее. Так, ГБЦ собрано. Для того, чтобы всё это сделать, нужны качественные запчасти, оригинальные. Опыт, соответственно. Ну и как бы всё. я механик Артём, приезжайте к нам на ремонт, я отремонтирую ваш любой корейский автомобиль. ОМЗАП, пока. ВОЛНИТЕЛЬНОМ 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 ПОТОДОЛЖЕНИЕ вивлено. ВОЛНИТЕЛЬНОМ 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 Прис làm